Не называть неизвестным людям реквизиты своих банковских карт, не переводить им денежные средства, призывают граждан, сотрудники полиции. Ежедневно в МВД Почувашской Республики регистрируются преступления, совершенные через интернет. Как защитить себя в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД Почувашия. Покупка товаров через интернет, безусловно, удобна и порой выгодна. Но нередко оборачиваются потери денежных средств. Как правило, схема, по которой действуют аферисты, достаточно проста. Мошенники-продавцы просят перечислить деньги за товар, который впоследствии так и не доходит до покупателя. Нередки случаи, когда заказанная вещь приходит, но совсем не та, которую ждал покупатель. Например, вместо новенького смартфона приходили граненые стаканы или дешевые детские игрушки. Подобные ситуации часто попадают и жители Чебоксар. Еженедельно, если посмотреть, порядка 20 факторов регистрируются у нас по городу Чебоксара. В текущем году за два месяца регистрируется 135 таких факторов. В основном это при продаже различных товаров, при покупке различных товаров. Интернет-пространство заполонили сайты-клоны или сайты-мошенники, предлагающие свои товары и услуги. В основном они маскируются под оригинальные брендовые страницы. Меняют лишь буквы в названии или частичку эмблемы. Именно здесь легко и обмануться. Как советуют полицейские, покупки необходимо совершать только на проверенных и официальных сайтах, предварительно читая отзывы от них. Излишняя доверчивость может обернуться потерей денежных средств. Нередко преступники взламывают чужие аккаунты в социальных сетях и под видом друзей просят взаймы деньги. К сожалению, находятся люди, которые перечисляют запрашиваемые суммы, либо называют реквизиты своих банковских карт, не убедившись в том, что переписываются с ними их реальные знакомые. Именно на такую уловку попалась и жительница Чебоксар. В начале марта она получила сообщение в социальной сети от своего знакомого, который просил перевести деньги с Яндекс.Кошелька на ее карточку. Я сперва сказала, что на улице надо подождать. Он поторопил меня, конечно. Давай быстрее, там дела только на пять минут. Я домой зашла, написала ему номер карточки и пришло пароль, смс. Я номер написала. Потом он, получается, ко мне перевел деньги на карточку. Девушка не поняла, что злоумышленник, получив таким образом доступ ко всем ее счетам, перевел ей ее же деньги. Проверяла. У меня и на карточке лежали, и на сберкнижке. В том, что я не сомневалась, получается, что и там, и снятия есть. Я думала, что это его деньги. Потом я, получается, ему написала три циферки, которые он так просил усердно, быстрее. Потом я посмотрела еще раз, проверила. Ни моих, ни на карточке никаких денег нет. Так обманули. Там ведь в смс-ке приходит сообщение, что ни в коем случае нельзя никому это называть. А я доверилась ему, как бы, получается, потому что хорошо общаемся. Доверчивость жительницы Чебоксар обошлась ей в 4 тысячи рублей. В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников, а также рекомендуют гражданам никогда и никому не называть реквизиты своих банковских карт. Продолжение следует...